Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД. Мы с вами в таком счастливом состоянии, когда то, что казалось вообще таким, которое закончить нельзя и разобрать нельзя, как бы продвигается к своему завершению. То есть мы находимся, можно сказать, не на полпути, а почти рядом с тем, что является окончанием. А что окончание? И это абсолютная идея. Вот абсолютная идея – это не тема сегодняшнего занятия, это тема следующего занятия. И в этом смысле она завершает этот труд абсолютной идеи, поскольку мы рассматривали бытие, потом рассматривали учение о сущности, а это учение о понятии. И вот абсолютная идея – это последняя, это существо, тема этой книги или этого двухтомника. Или, если иметь в виду три книги, то трёх книг – последняя тема. И мы находимся, так сказать, перед этим. Вот сегодняшнее занятие посвящено замечательной идее, идее добра. Тот, кто читал, ну просто читал вот эти страницы науки и логики, понимает, что Гегель различал идею познания, что, собственно говоря, вовсе не исключает того, что можно проверить, правильно ли мы познаём, в том числе даже и на практике. Идея добра, а в чём состоит идея добра, в чём её смысл? Тут совсем коротенькое содержание, и тем не менее изящное, и очень прозрачное, и ясное. Идея добра состоит в преобразовании мира, преобразовании мира. Перевете, у нас уже позади, за плечами, телеология. А в чём состоит телеология? Есть цель, есть средство. И вы с помощью этого средства, в котором по существу уже воплощена реализация этой цели, достигаете той цели, которая ставится. Так? Ну это, так сказать, были цели, которым не предшествовала идея истины. А вот когда у вас истинная цель, истинная цель, то тогда уже, вот если ставится потом цель, исходя из истинного понимания того, что вы изучаете, что вы собираетесь изменить, то тогда это идея добра, а не просто какая-то угодно, значит, телеологическая задача. Не просто цель, которую выполняют, а идея преобразования мира. А почему добра? Ну потому что под преобразованием поднимается не разрушение, а улучшение, совершенствование, усложнение. Правильно? Давайте, говорит, сделаем добро. Чего бру? Вот у нас напротив был здесь институт постоянного тока. Взяли и раздолбали его. И всё. Это идея добра? Вот. Или было у нас в стране пятилетнее образование, а перешли к четырёхлетнему. Это идея добра? А в чём добро? А что можно пятую часть преподавателя уволить? В чём не добро? А денежки положить в чьи-то карманы? Ну, я думаю, не тех, кто собирался учить своих детей или учиться сам. Вот. Идея добра. Вот мы сегодня это рассмотрим. А в следующий раз мы будем рассматривать уже абсолютную идею. Она тоже тут, когда уже до абсолютной идеи доходишь, тут как-то очень мало уже слов. Уже всё ясно. Почему? А потому что вся сложность, она никуда не девается. Всё, что говорилось до этого, всё входит в понятие следующей категории. Правильно? То есть идея добра включает в себя всё предыдущее. А, соответственно, абсолютная идея включает в себя всё предшествующее. И всё содержание тем самым науки логики. Всё содержание науки логики сводится к идее добра. Так получается, раз это итог. А что значит? Вернее, последняя будет абсолютная идея. Она уже соединение идеи истины и идеи добра. Вот вспоминается такая работа Маркса, которая называется «Тезисы о Фейербахе». Так, раньше философы объясняли мир, задача состоит в том, чтобы его переделать. Или человек есть продукт обстоятельств воспитания. И под воспитанием имеется в виду, в том числе и воспитание со стороны объективных условий существования и развития. Но и сам воспитатель должен быть воспитан. И вот мы видим, что вот в этих вот пунктах и в этом самом результате Гегель смыкается с Марксом и с Энгельсом. Или, можно сказать, Марксом и Энгельсом смыкаются здесь с Гегелем. Потому что то, на чем завершил свою книгу «Гениальную науку логики» Гегель, на этом, собственно, состоит все учение марксизма. Все учение марксизма сводится к преобразованию мира в соответствии с передовыми интересами рабочего класса или с интересами передового класса. Поэтому здесь, для того, чтобы сделать такую вот, нужна идея истины. То есть, надо выяснить, какой класс передовой. Ну и, соответственно, тогда уже осуществление интересов рабочего класса – это и есть осуществление идеи истины. Осуществление идеи истины – это идея добра. Ну вот, с этой точки зрения диктатура пролетариата – это добро. А диктатура буржуазии – нет. Она была, наверное, в свое время добром, когда с помощью диктатуры своей буржуазии разбивала феодальные путы. Было да прошло. Но и диктатура пролетариата тоже приходящая, потому что, как только полностью исчезнут классы, исчезнет и диктатура пролетариата. А добро исчезнет? А добро не исчезнет, потому что общество, как коммунистическое общественное самоуправление, будет познавать мир и его преобразовывать. Ну вот, поэтому, несмотря на то, что мы так далеко зашли, и так, знаете, как бывает, долго-долго сбираешься на высокое дерево, а там уже, собственно, ствол вот такой можно рукой одной держаться, не надо, так сказать, даже заветки, а прямо за ствол. И все кругом видно хорошо. Так и здесь. Все очень прозрачно и понятно. Как субъективное, говорится на странице 229, понятие имеет, опять-таки, предпосылку о некотором в себе сущем и на бытии. Оно есть стремление реализовать себя. Цель, которая хочет через себя самое сообщить себе объективность в объективном мире и выполнить себя. Ну вот, вся человеческая деятельность сюда полностью подпадает. Но только тут говорится о цели, о том, что она хочет. Так для этого надо познать, для этого цели должны быть истинные, и познание должно быть истинное. И тогда вот эта идея, что вот мы хотим это сделать, так надо ее разрабатывать, эту идею, это, так сказать, теоретическая сторона. И вот если это теоретически разрабатывается, то это не идея еще добра, а это еще идея познания. Идея, вернее, идея добра, но еще как идея. Теоретическая идея, субъективное понятие, как всеобщее, само по себе лишенное определения, противостоит объективному миру. Если это идея теоретическая. Из которого она берет все определенное содержание и наполнение. В практической же идее это понятие противостоит как действительное действительному. То есть одно действительное побивает, другое действительное. Ну и поэтому здесь вопрос в том, так сказать, что, собственно говоря, обнимает. От низшего к высшему, от простого к сложному. Да, от низшего к высшему, от простого к сложному. Но та уверенность в самом себе, который субъект обладает в своей, в себе и для себя определенности, есть уверенность в своей действительности и в недействительности мира. Вот здесь этот же вопрос о том, что мир вроде был такой же действительный. Но когда идея действует, и она идея преобразования мира, это идея преобразования мира, пока еще и речь идет, собственно, об идее. О самой теоретической идее. То теоретическая идея противостоит как действительному и, так сказать, кладет на то, что она собирается преобразовать в печать недействительного. Сейчас вот мы, если реализуем то, что я придумал, то вот это будет то, что надо. Это будет действительным. Та уверенность в самом себе, который субъект обладает в себе и для себя определенности, есть уверенность в своей действительности и в недействительности мира. Вот как здесь стоит. То есть эта идея может стоять как действительное по отношению к миру, как к недействительному, тогда, когда она действительно, когда. Ну, когда она воплощает в себе что-то передовое. Хотя Гегель такие вещи не говорит, но что-то более высокое, чем тот мир, которому эта идея противостоит. Объективность здесь присвоил у себя сам субъект. Раз он собирается изменить объективный мир, поэтому нельзя говорить о том, что это вот просто идея. Если речь идет о идее изменения мира, то понятное дело, что идея добра, идея изменения мира, предполагается, что субъект тут присвоил себе объективность. Ну, присвоил – это не значит, что он, так сказать, каким-то образом, независимым от познания, это присвоил. Или что он чисто формально это присвоил. Или что он в противоположность истине присвоил. Нет, он в полном согласии с истиной это себе присвоил. То есть вот истина может быть объективной. Нет, какая истина является объективной? Это та, которая связана с преобразованием мира, и которая более высокой является уже в идее, чем вот тот мир, который есть. То есть тут, конечно, идет смыкание с марксизмом буквально, так сказать, по всем событиям. Только другими словами излагается. Объективность здесь присвоил себе сам субъект. Его определенность внутри себя есть объективная, ибо он есть такая всеобщность, которая вместе с тем также и всецело определена. Напротив того, что раньше было объективным миром, есть лишь нечто положенное. Что значит положенное? То, что отрицательное. В отношении к этой вот идее преобразования мира. Такое нечто, которое непосредственно определено равным образом, разным образом, но которое, так как оно определено только непосредственно, лишено внутри себя единства понятия. И само по себе ничтожно. Что значит преобразование, идея добра, идея преобразования мира? То есть вы в отношении к этому миру, со своей идеей, выступаете так, что относитесь к миру как к ничто. То есть такой мир ничто, и надо его, когда вот идея будет реализована, он будет вот тем миром правильным. Который заключен в понятии этой самой идеи добра. И это содержащееся в понятии, равное ему, и заключающее в себе требования единичной внешней действительности, определенность есть добро. То есть добро не то, что вы накопили, как у нас иногда, ну сколько добра у вас. И добро, что вы такой добрый, особенно по отношению к негодяям. Или каким-нибудь жуликам, тунеядцам и хулиганам. Врагам социализма, врагам трудящихся. А добро, оно вот, так сказать, это содержащееся в понятии, равное ему. И заключающее в себе требования единичной внешней действительности. Определенность есть добро. Здесь мы можем говорить о добро в таком смысле, в каком он идёт речь, только потому, что оно стоит после идеи истины. Правильно? Раз речь идёт об истине, значит, токарь идёт уже об истинной идее, но эта же истинная идея превращается в идею добра. А если бы перед этим не стояла истина, то вы, так сказать, из панталыку или с чисто субъективных каких-то внешних позиций пытаетесь изменить мир, и можете только его ухудшить, а вовсе не улучшить. Поэтому никак вот эту связку, идею истины и идею добра нельзя разделить, и надо понимать, что идея добра говорит лишь о такой идее, и которая в то же время является как предпосылка идеи истины. Оно есть тотальность в понятии внутри себя, объективное, имеющее вместе с тем форму свободного единства и субъективности. То есть по форме оно свободное единство и субъективность, а по содержанию оно объективно. А раз оно объективно по содержанию, значит, задача состоит в том, чтобы с помощью средства, средства, а средства у нас уже были. Был разговор о средстве? Был. Когда? Когда речь шла о телеологии. Если у вас есть цель, то вы найдете такое средство, с помощью которого можно эту цель осуществить. Ну, скажем, вот диктатура Петриата – это такое средство, с помощью которого можно создать социализм, как низшую фазу коммунизма. И если на этом средство не выбросить, как некоторые сделали, а его дальше, так сказать, укреплять и осуществлять, и довести это дело до полного уничтожения классов. Эта идея, высшая идея, рассмотренная нами в познании, ибо она обладает достоинством не только всеобщего, но также и безоговорочно действительного. А действительное, между прочим, чем характеризуется? О том, что действительное мы понимаем то, что в соответствии сущности эта сущность проявляется прямо на поверхности. Правильно? Проявление закономерности в явлении? Нет. Проявление. Какое такое закономерность? Нет такого понятия. Закономерность вы гегели. Откуда вы его принесли сюда, на этот стол? Есть закон, как спокойное в явлении. Ну, так он и проявляется где? В явлении. А здесь действительность. Действительность – следующая категория. А вы отступили назад от действительного. Вы у нас и заняли реакционную позицию. Тянете нас в лоз. Вы тут же народ грамотный собрался. Особенно те, которые вот смотрят, они не допустят этого движения. Я думаю, что могут и не попадать под закономерность. Тогда они не будут действительно... Выбросьте эту закономерность. Нет такой категории у Гегеля. Нету. Это в другом кружке про закономерность. Нет у нас такой категории закономерности. У нас есть закон. Закон – это спокойное объявление. Все очень просто и понятно. А что такое закономерность? Я не знаю. Вы знаете? Нет, я знаю, что такое действительность. О, вот это хорошо. Вот это хорошо. А действительность предшествует этому? О чем вы говорите? Или наоборот? Она дальше идет? Она включает в себя то, что вы... А чистое бытие она тоже включает? И мы сейчас все соберем? Или мы пойдем вперед? Так вот, она есть стремление. То есть, это не такая идея, которая вот такая светлая, сама при себе... Она сама привлекательная и так далее. Она есть стремление. Ну вот, скажем, привожу пример. Известное высказывание, очень диалектическое высказывание Ленина о диктатуре пролетариата. Потому что вот стандартное, можно сказать, спокойное высказывание о диктатуре пролетариата в Великом Почине. Мы все хорошо знаем, что диктатуре пролетариата – это научное, латинское, историко-философское выражение. Означает то, что только определенные классы, а именно городские, фабричные, городские, промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатированных, во всей борьбе за полное уничтожение классов. Но это, так сказать, по форме не диалектическое определение, а оно такое больше похоже на такое простое определение. А диалектическое определение звучит таким образом, уже сущностное. В детской болезни ливизны в коммунизме. Ленин дал такое высказывание. Что такое диктатура пролетариата? Диктатура пролетариата есть упорная борьба. Вот она, стремление. Упорная борьба – это же стремление. Вы же не просто боретесь либо побороть. Вы куда-то ведете же, вы хотите добиться того, за что вы боретесь. Упорная борьба – кровавая и беспроводная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Вот если бы это в головах, так сказать, было у членов партии, у большинства народа, а тут такого вот, чтобы, это вот нельзя воспринять даже без изучения всей науки логики. Правильно? Вот что это диктатура, что это борьба. Но он говорит, все, она закончила свою миссию. То есть борьба заканчивалась, все. Все разоружаются, бороться перестают. А вы договорились с противоположными антикоммунистическими, антисоциалистическими тенденциями, что они согласились тоже, как говорится, прекратить борьбу? Да мы, говорит, представители этих даже стихийных антисоциалистических, антикоммунистических тенденций, мы бы могли и договориться с вами, но это невозможно. Это же стихия. Отрицание социализма – это же стихия во всем. Можно тут утащить, там утащить. Это не сделать, то не сделать, это не доделать. Богатые жулики, тунеядцы и хулиганы – враги социализма, враги трудящихся. И расправляться с ними нужно беспощадно. Всякое нежничание, всякое сентиментальничное подношение к ним было бы величайшим преступлением перед социализмом. А тут приходит Никита Сергеевич, говорит, все-все, классовая борьба прекратилась. Прекратилась классовая борьба. Классы остались, а борьба прекратилась. Вот я думаю, что народ, который следит за нашим кружком и за изучением диалекции Гелик, он как-то уже почувствовал, что это дело очень серьезное и очень нужное. И более того, что оно очень практичное. Потому что если ты занимаешься в таком кружке, неважно, здесь сидишь или смотришь систематически и читаешь, то ты не являешься легкой добычей для тех, кто постоянно обманывает народ. Поэтому я хочу привести такие цифры, что краткий курс науке и логике, который выложен на ресурсе Академии Спенслов Лоббио, набрал порядка 220 тысяч просмотров. А очень короткий такой ролик, один из первых роликов с Дмитрием Юрьевичем Пучковым, уже много лет назад записанный, ранее, чем в 16-м году. Там он называется «Введение науку логики». Там 950 тысяч просмотров. Если бы вы мне раньше сказали, что вот так вот по науке и логике будут смотреть, 950 тысяч. А не как? А это вот мы знаем теперь, кто это делает. Мы знаем. Это всегда. Вот это же известно, кто сразу высказывает. Гоблин накручен. Гоблин, ну сидит там. Но это надо очень уважать, эту науку логики. Да. Оно есть стремление. На этом мы остановились. Поскольку это действительно еще субъективно. Оно еще субъективно. В том смысле, что оно еще не объективизировалось, а по содержанию уже объективно. Но еще пока субъективно. Полагает само себя, а не обладает вместе с тем формой непосредственной предпосылки. Ее стремление реализовать себя, есть стремление дать себе не объективность. Последнее, она обладает самой себе. Уже у нее есть объективность. А лишь эту пустую форму непосредственности. Дескать, ну это уже не так и важно. Важно, что она уже объективная идея. Это уж точно она реализуется. Вот так примерно Гегель бы сказать. Если вы хорошо продумали что-нибудь, что собираетесь сделать, и оно превратилось в стремление, а стремление означает, что вас не надо остановить. Вы же стремитесь, и не просто пытаются задержать вас стремление. Как это стремление? То вот получается дальше, что деятельность цели направлена. Поэтому не на себя, а чтобы принять в себя некоторые данные определения, и усвоить его себе. Цель. Вот это цель при изучении. Какое это? Поизучить, определение понять, и усвоить его себе. То есть, так только немножко и хидно, Гегель говорит. А скорее направлено к тому, чтобы положить свое собственное определение, и посредством снятия определения внешнего мира, дать себе реальность в форме внешней действительности. То есть, дать этой идее, которой была идея познания, форму теперь уже внешней действительности, это и будет идея добра, которая к этому устремлена. То есть, добром, о добре мы можем говорить тогда, когда не разглагольствуют люди об истинности, о светлых идеях, а когда эти светлые идеи превращаются в действительность через стремление, и через волю. И тут возникает вопрос об идее воли. Идея воли, как то, что определяет само себя, обладает для себя содержанием внутри самой себя. Кто добивается в политике, в экономике, в больших успехах? Люди очень большой воли. Если государственные идеи. Вот Сталин. Есть сомнения, что у него очень сильная воля? Есть разногласия между сторонниками Сталина и противниками Сталина? По этому поводу. Нет никаких разногласий. Потому что сторонники говорят, он сделал очень много для коммунизма и беспощадно боролся с врагами социализма. Враги социализма говорят, он ужасен, ничего не могли сделать, он нас подавлял, репрессировал. Потому что репресс, мы вообще немножко иностранные слова тоже знаем, пресс давить, репресс репрессировать. Подавлять своих противников. И в этом смысле Сталин никак ничего нового не привнес. Потому что всякое государство существует, как известно, для подавления своих противников. Феодальное государство подавляло, арбовладельческое подавляло, бурразное подавляло. А вот тут люди с билетами, вроде бы руководители КПСС, уговорили народ, что не надо подавлять противников социализма. Не надо. И все будет хорошо. А кому хорошо, не сказали. И тут появились там, и Абрамович, и такие, и сякие, и пятые, и десятые. Им хорошо. Да, кому на Руси жить хорошо. Воля поэтому лишь сама преграждает себе путь к достижению своей цели. Тем, что она отделяет себя от познания. Что здесь сказано? Если человек волевой, но дурак, и отделил себя от познания, толку из этого никакого не будет. То есть воля без познания – это бесполезное или вредное дело. Воля поэтому лишь сама преграждает себе путь к достижению своей цели. У вас есть цель, у вас есть воля. Но вы себя отделили от познания. Ну, все. Так. И что внешняя действительность не получает для нее формы истины сущего. Идея добра может поэтому найти свое дополнение единственное только в идее истины. Если у вас нет идеи истины, добра не будет от ваших усилий. Примерно так. Переводится это на обычный язык. Независимо от воли. Да. Если у вас не воли нет, или есть воля, а познания нет, и у вас воля отделена от знания, или знание отделено волей. То есть вы знаете, как надо делать, но воли у вас нет, ничего у вас не получится. В воле у вас есть, знания нет, тоже ничего не получится. То есть если это все одно от другого отделено, то не получится. Вы хотите добро сделать, для добра нужно и познание, и стремление, и воля. И вот когда это все собирается в одно, это идея добра. Потому что идея добра, она богатая, она включает в себя все предыдущее. Это нас удивляет, что вот какая-то более сложная категория включает в себя все предыдущее? Нет, не удивляет. Раз она стоит следующая, идея добра за идеей познания, значит, в содержании идеи добра сидит заложена идея познания, и никак, никоим образом. Но она совершает переход через самую себя. Идея добра может поэтому найти свое дополнение единственно только в идее истины. Только в идее истины. Может найти свое дополнение. Не себе дополнение, а свое. Если я скажу себе дополнение, то здесь идея добра, а есть другое, идея истины. Свое дополнение. То есть она входит в идею добра. В умозаключении действования первой посылкой служит непосредственное соотношение доброй цели с той действительностью, которую эта цель овладевает, и которую она во второй посылке направляет как внешнее средство против внешней действительности. То есть есть средство. Ну вот, скажем, та самая диктатура пролетариата, о которой мы говорили, это средство построения социализма. А если вы не хотите остановиться на социализме и не хотите пойти потом назад, то будете продолжать использовать это средство. Но уже не как революционную диктатуру пролетариата, а просто как диктатуру пролетариата. Потому что уже переходный период завершился, революция уже точно законна. Это уже не революция. Потому что мы находимся в рамках коммунистической, общественно-экономической формации при социализме. Поэтому она уже идет, эта диктатура пролетариата, как сущность социалистического государства. Сущность. Ну если это сущность, вы выбросите. Если сущность социалистического государства, выбросите. Значит государство становится не социалистическим. А вариантов тут никаких нет. Либо оно социалистическое, то есть государство рабочего класса, либо оно, как хотите его называйте, народным, вообще народным, демократическим, как угодно. Это рыночное, все равно это буржуазное государство. Никаких вариантов тут просто нет. Вот это все у Гегеля так тесно, только или бытие, или ничто, или вперед, или назад. Или положительно, или отрицательно. Никакого многозначности такого мира нет. Или прогресс, или реакция. Вас это удивляет? Я говорю, нет, я хочу вот в бок пойти. Это хождение в бок. Это что такое? Это форма увиливания, движения вперед, то есть реакция. То есть одни тормозят движение, другие прямо тянут назад, а другие не дают идти вперед. Если все будут разбегаться по бокам, все разбегутся. Мы все за коммунизм, но строить, пускай, кто хочет строить, мы побежали в стороны. Потому что мы любим природу. Или еще что-нибудь любим. Абстрактное бытие, противостоящее добру во второй посылке, уже снято с самой практической идеей. Это середина второго абзаца на странице 232. Первая посылка ее действования служит непосредственно объективность понятия, согласно которой цель сообщает себя в действительности без всякого сопротивления со стороны последней и находится в простом, тождественном соотношении с этой действительностью. И вот, подобно тому, как в целевом соотношении вообще выполненная цель есть, правда, опять-таки лишь средство, но зато и наоборот, средство есть также и выполненная цель. Так и в заключении добра. Вторая посылка непосредственно уже имеется в себе в первой посылке, только этой непосредственности здесь недостаточно. И вторая посылка уже постулируется для первой. «Выполнение добра, наперекор противостоящий ему другой по отношению к нему действительности, есть то посредствование, которое существенным образом необходимо для непосредственного соотношения и действительного осуществления добра». Тут прямо говорится «наперекор». Тут прямо идет по борьбе. «Наперекор» – это значит, надо изменить мир. И отличие только в слову «употребление». В чем состоит, так сказать, учение марксизма или в чем состоит главная посылка исторического материализма, что мы должны не просто познавать мир, а его изменять. А изменять его может, какой класс это может заниматься? Передовой класс, рабочий класс. А вот тогда, когда это будет общественная собственность и будет полный коммунизм, ну тогда это, можно сказать, это коммунистическое общественное самоуправление позволит. Всем в этом участвовать на равном основании. Непосредственное выполнение цели впервые становится действительностью добра, как для себя сущего понятия. Замечательно. Если бы цель добра этим все-таки не была бы выполнена, то это было бы рецидивом, возвращением понятия к той точке зрения, на которой понятие стояло до своей деятельности. Но это прямо, прямо как про 20-й съезд. Если бы цель добра этим все-таки не была бы выполнена, еще и не выполнена, еще не дошли до полного уничтожения классов, а классу и борьбу прекратили. И средства диктатуру прекрата выбросили. То это было бы рецидивом, возвращением понятия к той точке зрения, на которой понятие стояло до своей деятельности. То есть до начала первых шагов советской власти, революции. А тут даже и дальше пошло. К точке зрения, с которой действительность определения определена как ничтожное, и все же предположено как реальное. И этот рецидив становится прогрессом в дурную бесконечность. Ну вот так это и у нас в дурную бесконечность и прошел прогресс после того, как отказались этого. На странице 233. Субъективная позиция объективного понятия воспроизводится и выковечивается. Вследствие чего конечность добра, как по его содержанию, так и по его форме, представляется пребывающей истиной. Равно как и его осуществление безоговорочно представляется всегда лишь некоторым единичным, а не всеобщим актом. Всякое добро конечно. Вот вы поставили цель, реализовали ее, ну давайте дальше. Если вы хотите, так сказать, иметь постоянный прогресс в этом отношении, постоянное движение и развитие, значит надо новую цель ставить. А новую цель, чтобы поставить, вы же цель не должны отделять от истины, от познания. Значит надо вернуться назад. Опять идея истины. Идея истины довести до идеи добра и уже в новых условиях и в новых обстоятельствах снова пройти этот путь. И так столько, сколько нужно все время. Все время мы будем сталкиваться с тем миром, который нужно преобразовать. Все время нужно будет новую идею преобразования мира, поскольку мир уже не такой, какой был до выполнения этой нашей прежней идеи. Нужно будет воплотить эту идею в действительность. Для того, чтобы воплотить, нужна идея и средства, и стремление, и воля, что мы здесь все вычитали. Безвольные люди ничего не могут сделать в преобразовании мира. Они себя-то не могут, не могут встать нормально в 7 часов. Говорят, я еще посплю до полвосьмого. Зато мы хотим мир преобразовать, все изменить. Вот встану полвосьмого и начну преобразовать мир. Так, субъективная позиция объективного понятия воспроизводится и увековечивается, вследствие чего субъективная позиция никуда не девается. Это субъект все время есть из исторического действия. Вследствие чего конечность добра, как по его содержанию, так и по его форме, представляется пребывающей истиной. Пребывающей истиной. То есть эта истина развивается не от истины к лжи, возврат, а от истины к истине. И мы никогда же полностью не будем иметь абсолютное познание всего. Поэтому истина, с одной стороны, абсолютно по смыслу своему, по смыслу идеи истины, что надо соответствовать. А полного соответствия никогда вы не достигнете, никогда все не познаете за конечное время. Но вот поскольку человечество, оно бессмертно, в отличие от всех, кто входит в этот кружок, то, так сказать, это бессмертное человечество будет как раз и вспоминать тех, кто ходил в этот кружок, и тем самым те члены кружка становятся бессмертными. Дальше, что мы читаем здесь интересное на странице 233. Согласно предположению, эта действительность обладает лишь реальностью явления. Сама по себе ничтожна и безоговорочно определима объективным понятием. То есть, если у вас есть объективное понятие, то вы тем самым и объявляете эту самую действительность ничтожной. Она и ничтожна, если уже дело дошло до познания того, каким должна быть эта действительность, или какой должна быть эта действительность, каким должен быть мир. Так как через деятельность объективного понятия внешняя действительность изменяется, её определение тем самым снимается, то именно этим её лишают характера исключительно только являющейся реальности, внешней определимости и ничтожности. Она, стало быть, полагается как в себе и для себя сущая. То есть в своём преобразовании, в своём изменении, в своём движении к истине сама действительность полагается как в себе и для себя сущая. Этим вообще снимается указанное предположение, а именно снимается определение добра как некоторые чисто субъективные и по своему содержанию ограниченной цели. Добро быть, как некоторые говорят, добро должно быть с кулаками, а добро должно быть не всёминутным. Нам здесь об этом говорит Гегель. Добро должно не сводиться к тому, что я сделал уже, а сколько вы теперь от меня ещё хотите, чтобы я сделал добро? Ну, это уже чрезмерно. И я и это сделал, и опять вы хотите, чтобы я сделал? То есть в этом смысле добро понимается уже и как идея, и как процесс. Когда вы согласились делать добро, так и скажите «добро» и пошли делать. Так. Этим вообще снимается указанное предположение, а именно снимается определение добра как некоторые чисто субъективные и по своему содержанию ограниченные цели. Необходимость ещё только реализовать её через субъективную деятельность, и сама эта деятельность. Ну вот скажем, что означает построение полного коммунизма? Что всё заканчивается, что ли, на этом развитии? Нет, наоборот, развитие только получается уже бесклассовым, только и всего. А новая, когда идея рождается, она в большинстве голов рождается, идея познания, а потом и идея добра. Или в меньшинстве? В одной голове. А? В одной голове. Иногда в двух. У Марка Сенгельсона сидят и потом спорят, кто первый сказал. То есть, и эта идея, и Гегельс вначале об этом говорит, в начале науки логики, что вот когда она только ещё рождается, она слабее. И она противостоит широко распространённому принципу. И поэтому никак она с самого начала не может собрать большинства на свою сторону. Но она укрепляется в борьбе, в том числе через поражение, которое она терпит поначалу. Новое очень часто терпит поражение в начале, именно потому, что оно ещё новое. Раз оно новое, значит, ещё у него нет союзников, нет достаточных средств и так далее. Но постепенно оно укрепляется. И тогда, если появится другое новое, то вот это новое, которое было новым, а стало уже старым, может очень успешно вести борьбу с новым-новым. Результат есть некоторая непосредственность, которая есть не восстановление предположения, а наоборот его снятость. То есть, уже снято, а потом опять снято. То есть, идея в себе и для себя определённого понятия тем самым теперь уже положена не только в деятельном субъекте, но также и как некоторая непосредственная действительность. Ну, как, например, говорят, сталинская экономика. Ну, правильно говорят. Почему? Потому что Сталин, так сказать, свой год выложил, так сказать, сюда свои идеи и свои знания и волю. Волю. Знаний этого мало. Для практического дела знаний мало. Вот я знаю, как надо прилететь на Луну, но не могу только сделать никаких летательных аппаратов. Вот. И воли у меня к этому нет. И к этому я не смогу прилететь. Поэтому недостаточно. Вот как-то нельзя так урезать, что дело всё в знании. Без знания нельзя. Это да. Потому что без понятия истины вы никуда не двинетесь. Но истина должна быть превращена в идею добра. Идея истины в идею добра. А идея добра должна быть снабжена волей и средством. Идея в себе и для себя определённого понятия, тем самым, теперь уже положена не только в деятельном субъекте, но также и как некоторая непосредственная действительность. И обратно. Последнее, как она есть в познании, положено так, что она есть истинно сущая объективность. Истинно сущая только она, когда она есть в познании, а не тогда, когда она не познана. Если она не познана, она слепая. А в слепую ничего не сделаешь толкового. Единичность субъекта, которую он был обременён через своё предположение, исчезла вместе с исчезновением последнего. То есть, если вы познали, то вы уже не единичны. А вы уже относитесь к всеобщему. А если вы ещё имеете истинное средство и занимаетесь преобразованием мира, то есть, если у вас есть идея добра, то субъект, стало быть, выступает теперь, последней строчкой 233-й страницы, как свободное всеобщее тождество с самим собой, для которого объективность понятия есть в такой же мере данная, непосредственно имеющаяся для субъекта, в какой он знает себя, как в себе и для себя определённые понятия. Человек образованный, человек, достигший и познавший их истины, создавший истинную идею добра, он знает себя, как в себе и для себя определённое понятие. В этом результате познание стало быть восстановлено и соединено с практической идеей. Вот, как красиво сказано. Восстановлено. Почему? А у нас познание разделения труда, что делают? Одни люди теоретизируют, а другие без всяких знаний пытаются делать. А чтобы это было легче без всяких знаний, то у нас теперь вместо пятилетнего высшего образования четырёхлетние. Так, может, скорее к истине придёшь за четыре года, чем за пять. Быстрее, да. Или меньше оторвёшься. И появились некоторые бакалавры, которые не специалисты, а ведь были специалисты. Специалисты, разве это плохо, если человек специалист, и знает в какой-то науке истину. А бакалавры? Бакалавры по бокам. А бакалавры по бокам. Бук и лавры. Да, бак. На баке сидит и лавры. Так вот, познание стало быть восстановлено и соединено с практической идеей. Преднайденная действительность определена вместе с тем, как выполненная абсолютная цель. Вот что, собственно, теперь преднайденная действительность. Выполненная абсолютная цель. А что является целью социалистического производства, товарищ Анохин? Можете сказать? Обеспечение полного благосостояния, всестороннего развития, всех шевелых обществ. В чём враждебы относитесь к свободе? Обеспечение полного благосостояния и свободного, в том числе свободного от собственных привычек, или свободного от незнания, и свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот, пожалуйста. Всех членов общества по силам. Всех членов общества по силам. Да. Вот это, сказать, замечательная, так сказать, формулировка. А вот... Только если по такому, а если кто-то не хочет? Чего? Чего не хочет? Свободного социального развития. А для чего? Но вот в обществе, представители общества этого не хочет. Вы читали государство и революцию Ленина? Государство – это особая дубинка. Но кто не хочет, он, так сказать, на своей... Так нет, но... Он захочет, захочет. Это как в этом уговорить? Это как в этом... Дубинкой уговорить легко. Давайте прочитаем целиком этот последний кусочек. В этом результате познание стало быть восстановлено и соединено с практической идеей. Преднайденная действительность определена вместе с тем, как выполненная абсолютная цель. Но не как в ищущем познании, только как объективный мир, лишённый субъективности понятия, а как такой объективный мир, внутреннее основание и действительно устойчивое существование, которого есть понятие. И это абсолютная идея. А вот тот объективный мир, в котором есть общество, и общество, если оно сознательно управляемое, тогда вот это тогда будет такой объективный мир, когда будет полный коммунизм на всей Земле. Внутреннее основание и действительное устойчивое существование, которого есть понятие. А какое понятие? Понятие полного коммунизма. Правильно? Это абсолютная идея. То есть, объективный мир, лишённый субъективности понятия? Так если вы его реализовали, это своё понятие, какое же оно субъективное? Оно лишено субъективности понятия. Почему оно лишено субъективности? Потому что оно уже стало объективным. Ну, если у вас была идея построить зимний дворец, а вы его реализовали, так оно теперь... Чего? Игорь, теперь это... Теперь это вот вся ваша деятельность лишена субъективности понятия. Почему? Потому что уже всё построили. Значит, теперь у нас следующее занятие будет через две недели. Сегодня у нас День космонавтики, с которым я всех поздравляю, поскольку это вот... 26 апреля. 26 апреля мы рассмотрим абсолютную идею. Ну, тут уже забоет побольше. Может быть, мы не всё и рассмотрим 26 апреля, тогда, может быть, мы и продолжим. Вот. А дальше, какая у меня есть идея, она не абсолютная ещё пока, но идея у меня есть такая, что вот мы когда доведём до конца, то, я думаю, надо поставить задачи, поскольку мы с вами осознаём, что вот это учение о понятии, оно не так должно быть построено, как построено у Гегеля. и мы ещё тут к этому не привыкли, и другие к этому не привыкли. То есть, о материалистическом преобразовании этого, этого тома надо подумать, учение о понятии. Поэтому мне кажется, что мы на этом вот такую задачу поставим, всем надо этим поработать, после того, как мы 26 апреля проведём занятия, и уже начнём следующее занятие с того, что мы снова будем изучать учение о понятии в следующем году. А кто, если есть такие, которые всё поняли, вот учение о понятии, то они могут быть от этого свободны. Но только пусть и себе сообщат, которые всё поняли. Нам будет очень приятно, мы поздравим, может быть, мы ещё какой-нибудь подарок купим тому, кто всё понял. Это же учение о понятии. А большинство у нас без понятия. О понятии. Поскольку мы хотим это преодолеть, это что мы тем самым собираемся делать? Штудировать. А что такое штудировать? Возвращаться. С тем, чтобы вот если раньше мы это всё по кусочкам воспринимали, да, каждый вот в течение этого года мы двигались по кусочкам и как бы из этих кусочков всё собиралось целое, целое, целое. А теперь мы уже целое знаем. Нам надо освоить это движение целого от себя к себе. Что в этом году будет? 10 лет будет. Ну, тем более. 10 лет. Надо передышку сделать в октябре. Только этому крошу. Да, только вот этому крошу. Первый, второй, то. Ого. Ну, потом у нас, а потом у нас мы все... Мы не возвращались, да? Нет, я думаю, что мы не будем возвращаться. 10 лет идёт от начала до первого. Вы хотите сказать, что мы слишком быстро идём или слишком медленно? Вот у вас в чём идея? Сформулируйте, пожалуйста. Что-то вы как-то так сразу стушевались. может быть, может быть, вы назовёте, кто быстрее идёт? Или дошёл? Не в этом смысле. Я думал, что за 10 лет уже два раза прошёл процесс. Молодой человек, вы завтракаете каждый день? Да. Сколько вы уже завтраков съели? и завтра собираетесь снова завтракать? Как вам не стыдно? Уже можно было вот так наесться за это время. А тут пища духовная. Понятно. Я не против. Так мы не против вашего завтрака? что-то да, вы тут. Нет, вы так удивляетесь, как будто это вот... Ну, завтрак-то легче съесть, чем вот... Нет, я не удивляюсь, ну, как? Не удивляюсь, я просто думал, что за 10 лет может было два раза прошли специалисты за 12 минут. Нет, ну, смотря сколько лет. например... Мы, например, с профессором Смирновым начинали изучать диалексику в 1971 году на Уколойке. Мы не так вот ходили, как здесь один раз в две недели, а каждую неделю в понедельник я к нему приезжал в 10 утра на квартиру, и мы до 14 часов ругались по поводу понимания диалектики. Причем сначала я его обруге был успешным, несмотря на то, что я был тогда аспирантом, а он докторскую защищал в это время. А потом я понял, что он прав оказался, а я не прав. Я, так сказать, правильное определение всякие заучивал, а вот этого движения, и самовыведения, и самодвижения, я этого не понимал. Поэтому я очень благодарен Игорю Константиновичу Смирнову за то, что он меня тут называл. И книга его издана, и называется «Метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса». Вот я очень ее рекомендую. Она висит на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Под общим названием там две книги. Книга Смирнова и моя книга «Планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». Она называется «Смирнов-попов диалектика капитализма и социализма». Вот я очень рекомендую как пособие по применению диалектики для рассмотрения диалектики капитализма и социализма. И добавляет в себя, что другой диалектической книги о капитализме кроме книги Игоря Казахстана и Смирнова и нет. Ну, собственно, и о противоречиях социализма тоже нет никакой другой книги, кроме той, которую я назвал. Потому что это не такая простая вещь. А значит, из 1971 года сколько я лично изучаю науколойки? А? 51 год. кто здесь самый глупый? Ну, я признаюсь. Ну, как в Мирилове уже тот где-то сказал, 10 лет. А нашлись такие люди 50 лет изучать 51 год и до сих пор еще не все поняли. Ну, это что за люди? Ну, что делать? И эти люди еще, так сказать, как-то проникли в руководство кружка. Вот что обидно. Идете нас туда в следующие 50 лет. вот такая шутка. Но зато тот, кто изучает наукологики, у него все лучше получается, он дольше проживет. значит, вот идея так, нет возражений, да? То есть, вот начать не вообще сначала с чистого бытия, там уже очень лихо некоторые товарищи идут, а вот это учение понятий, оно требует того, чтобы позаниматься еще как следует поштудировать его. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok